Добрый день. Перед нами коробочка. По оформлению видно, что она от Yuxin. Кевин Хейс нарисованный. Держит кубики 4х4 и 5х5, но внутри у нас нечто другое. Давайте сразу откроем и посмотрим. Похоже на трёшку. Трёшку, но какую-то крупную. Запакована плёнку. Внутри есть инструкция. Очень-очень маленькая. Тут всё только по-китайски. Есть обозначение граней. Бесполезно. Сама коробочка стандартная. Изображена головоломка, которая внутри. Которую, наверное, трудно назвать полноценной головоломкой. Давайте посмотрим. Так. Вот он, кубик 3х3. Вращается так себе. Скажем сразу. По размеру сравним с обычной трёшкой Yuxin Hualong. Ну, сразу видно значительно больше. Измерим на сколько. 66 мм. Ребро этого куба. Крупный. Ну, для непрофессионального кубика вращается, в принципе, приемлемо. На фоне двух простых. Он явно выделяется по размеру. Давайте перемешаем и соберём. Это та же трёшка. Её уже надо собирать. Кстати, Гларес присутствует. Не божественный, но он и есть. Ну, быстренько соберём. Не очень удобно собирать таким здоровым кубиком. Что-то тут всё сложно. Не очень эффективно я собираю. Хочется сделать что-то одно, но из-за размера разбиваюсь. И как бы, и зачем, и для чего такой не очень удобный, не очень быстрый кубик. А смысл в том, что это не просто кубик. Это должна быть скатулка. Наверное. Надо только её ещё как-то открыть. А есть ли у нас в инструкции описание, как это открывать? Нету. В инструкции нет. Видим здесь вот такую кнопочку. И что-то должно произойти. Но почему-то не происходит. Вот так он раскручивается. То есть стоит нажать и подкрутить. Ну, сюда можно что-то положить. Достаточно большая ёмкость. Ну, какие-то украшения. Быть может, деньги. Сюда можно засунуть. Возьмём, к примеру, 100 рублей. А их придётся сложить пополам. И да. То потом их оттуда ещё нужно вытащить. Но это уже не так просто. Ну, пусть будет тайник с деньгами. Хотя нет. Ну, вынуть тоже можно. Что самое интересное, я так понимаю, он не должен... Нет. Он будет разваливаться, если пытаться вращать этот кубик после снятия крышки. То есть можно вынуть ребро. Кстати, вот его строение. Достаточно интересное. Нестандартное. Ну, поскольку крестовины нет. А для кубика, у которого нет крестовины, это очень достойное вращение, я бы вам сказал. То есть если вспомнить White Club от One-One, там всё это вращается очень и очень грустно. Вот такие вот элементы. Кстати, надо будет сейчас соберём обратно проверить, флипаются ли уголки. А так, это баночка, которая похожа на банку из-под витаминов каких-нибудь. Да, внутри пузырёчек. Вот внутреннее строение крышки. Смысл-то в чём? Кубик не соберётся, то есть вернее не откроется до тех пор, пока его не соберёшь. Так, а как теперь обратно? Откручивать-то мы поняли как. А закручивать? Или, возможно, надо просто начать мешать? Нет. Так. Ну, если нажимать, не работает. Попробуем покрутить. Так, в эту сторону откручивается, а в эту... Сломать можно. Инструкцию не положили. В итоге я всё-таки провернул верхнюю хрань. Надо приложить достаточно серьёзное усилие, чтобы это случилось. Не знаю, на кого это рассчитываем. Возможно, только первый раз так. Не знаю. Кстати, проверим, а будет ли открываться кубик, если он не собран? Действительно ли это механизм? Ну, а если он не собран, кнопочка не нажимается. Так, пока я не нажал, уголок флипнуть можно. Можно флипнуть, если кому-то это было интересно. Возможно, мой экземпляр какой-то не самый лучший. Первый раз кнопочка нажималась поудобнее. Кнопочка вот так вот перестала нажиматься. Ну, я разобрал и посмотрел, что если сдвинуть немножко вбок, то она нажмётся. Ну, видимо, какие-то особенности механизма. То есть теперь вот опять мы раскручиваем. Да, и всё это снимается. Здесь можно увидеть, что вот на этой крышечке есть такие пластиковые штряки, которые должны войти вот в эти пазы. Ну, и тем самым они фиксируют элементы верхней грани. Их теперь не разобрать. Но нижние все разбираются. Возможно, я накрутил. Не совсем ровно. Сейчас попробую поставить ровно и закрутить. Вот. Как бы закрутил, и теперь проворачиваю ещё. Достаточно серьёзное усилие при этом прикладывается, но, скорее всего, разработается впоследствии. Теперь кубик можно опять вращать. от детей. Спрятать в таком кубике что-то очень важное. Ну, здесь, скорее всего, там какие-нибудь драгоценные украшения, там кольца, флешки с важной информацией. Потому что, ну, дети, особенно маленькие, там, 5-6 лет, не откроют. По крайней мере, пока она не разработается. Не из-за того, что не соберут. Мой сын в 5 лет уже собирает кубик. Просто не хватит сил. Вот, видимо, опять кнопочка не нажимается. Стоит поискать положение, в котором она нажмётся. Вот. Чуть повёрнута. Возможно-то я уже свернул механизм. Первый раз-то она вроде в нормальном положении нажалась. Не знаю. Видимо, стоит выпустить версию вторую подобной вещицы. Пока здесь есть некоторые недостатки. Попробуем ещё раз открыть. Открывается. И закрываем. Попробуем ровно-ровно как-нибудь поставить. Или наоборот, чуть с опозданием. Вот из такого положения. Вот так вот. Не поставили. И теперь нужно сделать ещё уход. в данном случае р. Дети-то можете открою. Вот, закрыть. Ну, как бы так. Серьёзные испытания. Всё равно. Кнопочки не нажимаются. Если у вас есть что-то подобное, и оно не работает, скорее всего, есть смысл повернуть. Да, вот так. Откроем. И закроем. Ну, с каждым разом всё легче и легче. Наверное, разработается. Сейчас за кадром я его разбирал и присматривался. вот эти штырьки. Они должны входить в пазы. И вот на самой сфере пазы немножко смещены. Поэтому, если чуть-чуть повернуть верхнюю часть, то они совпадут. Уже в этом положении оно нажмётся. Где-то вот так вот совсем чуть-чуть. Самое интересное, что вот в таком положении проблематично будет повернуть верхнюю грань, поскольку элементов не хватает. Можно просто поддеть отверткой и поднять саму крышку. Это вполне реально. там есть пружинка внутри, которая должна это дело отщёлкивать. Немного повращав всё это головоломку или шкатулку, или тайник, я подумал, что как-то это совсем некрасиво вот таким вот диким движением закрывать. А, ещё и не закрывается. Неправильно поставил. Вот так вот. прикладывать много усилий точно не у всех хватит сил. Попробовал потянуть вот так вот и всё челкнулось. Так гораздо легче. открываем мы его нажимаем на кнопочку, но мне почему-то слегка сместить нужно и откручиваем против часовой стрелки. Чтобы закрыть, закручиваем и просто вот верхний слой, белый в данном случае тянем еще раз трели. Я уже хотел раскручивать вот этот болтик, чтобы помягче всё было. Но, видимо, вариант с прокруткой не самый удачный и не самый лучший. В итоге там всё-таки что-то сломается. потянуть в направлении поднимания крышки и всё хорошо отщёлкивается. Так, да, так удобней и безопасней. Ну и легче закрывать. На месте производителей я бы, конечно, сделал тайник хотя бы из жёлтой грани. Большинство людей собирают с белого. Если мы вот кубик перемешаем, начнем собирать что-нибудь. Собираем, собираем. И как бы мы ещё не умеем собирать. Сейчас специально соберу только первый слой. А дальше мы не умеем собирать, мы всё равно его уже откроем. То есть достаточно собрать только белую сторону. Поскольку только она имеет какие-то особые элементы. и кубик уже открывается. Ну, надо было всё-таки сделать наверное жёлтую. Так было бы интереснее. А один слой в принципе многие могут собрать. В этом сильно сложного ничего нет. Многие люди не умеющие собирать кубик гордятся тем, что могут собрать одну сторону. Если собрать правильно, то кубик откроется. Кстати, давайте попробуем собрать неправильно. поменяем к примеру вот так. Откроется ли кубик? Он всё равно открывается. Главное, чтобы все белые элементы были на одной стороне. То есть можно даже неправильно собрать. Сейчас даже поменяю местами какие-нибудь углы. вот прям совсем было всё испорчено. Вот оставим один небелый уголок. Попробуем открыть. Не будет открываться, поскольку в жёлтом уголке нет того отверстия, куда должен встать четырёк. Ищем белый. Ставим хаотично. Полностью хаотично всё расположено. да, всё открывается. Как-то вот так. Ну, можно было немножко что-то здесь, я думаю, совершенствовать. Потому что так это слишком просто. С белого слоя все начинают, даже собрав его неправильно, можно открыть. А на этом всё. Всем спасибо. Всем пока. Хорошо я нашла шкатулку, что дальше? Ты держишь в руках японскую шкатулку с секретом, чтобы открыть её требуется 10 точнейших движений. Сначала найди панель с узором из ромбов и сдвинь центральную часть на 1 миллиметр влево. Далее на обратной стороне сдвинь всю панель вниз на 2 миллиметра. и услышишь мягкий щелчок. Секунду, всё, ну у тебя есть какая-нибудь эмоциональная привязанность к этой коробочке? Нет, это всего лишь штука, которую я заказал по интернету. Ты слышала щелчок? Пока нет. А вот и щелчок. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова